Радио Бонен-Ново Радио Бонен-Ново Альцинсет-Ун-У Бонен-Ново Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! На волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей Даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту В немногословии рождаясь, не нарушая тишину И в своей сути открываясь тому, кто долго был в плену Любовь, как сердце измерения, самозабвенная и чиста Приносит мир, дает прощенье, прочтенье с нового листа Одета в белые одежды Под звуки хора внеземных Сестрица веры и надежды И все же большая из них Она приходит бессловесно И никогда не предает Не отвергай любви небесной Она прозрение твое Слышишь, как она рождается Любовь Нежно струн души касается Любовь Слышишь, как она рождается Любовь Нежно струн души касается Любовь Ее таинственная сущность Так сокровенна и нежна Она и жизнь, и хлеб насущий Она, как воздух, всем нужна Любовь Великая награда Тому, кто Жаждет высоты Она Пришла И ей не надо Цветов И замков золотых Мама, у нас есть папа? Спросил маленький Мишка Вернувшись из садика Ну, конечно, есть А почему ты спрашиваешь? Наша Валентина Ивановна Спрашивала у детей о папах А я не знал, что ответить Папы должны жить с мамами Правда? А наш папа с нами не живет Он не играет со мной Не приносит ничего вкусного Не катает меня на машине Он не любит меня, что ли? От сказанного ребенком У мамы перехватило дыхание Она с трудом подбирала слова Чтобы убедить малыша в том Что папа у него хороший Что он просто далеко уехал И очень занят Что он помнит И любит своего сыночка Что когда-нибудь Как трудно убеждать кого-то в том Во что сама Давно перестала верить Но прямо в душу смотрят Такие доверчивые глазенки сына И так хочется оттянуть на потом Страшную правду о том Что папа уже никогда не придет Что у него теперь другой сынок А про первого он и думать забыл Что малыш растет И очень скоро сам поймет Что мама говорит неправду Что папе он больше не нужен Медленно и мучительно Будет сгорать в детском сердце любовь И долго еще по ночам Будет сниться мальчишке папа Добрый, ласковый, заботливый Горячими угольками будут скатываться Слезы на подушку И губы будут в отчаянии шептать Где ты, папа? А папа тем временем Будет наслаждаться жизнью С любимым сыном От любимой жены Поскольку о той Первой Опостылившей Ненавистной Уже и не вспоминает Сын Ничего Подрастет и поймет Может быть А если не поймет То не велика беда Словом Перебьется сын Пусть мать о нем думает Современное общество переживает Своеобразный кризис отцовства Мужчины ослабели физически и социально У них понизились способность и мотивация к деторождению И даже если представитель сильного пола становится отцом То в воспитании детей он зачастую участия не принимает Эмоционально отдаляясь от них Чемпионом мира по безотцовщине является Россия Где очень высоки показатели разводов и внебрачных рождений детей Если раньше уровень безбрачия был традиционно низок То теперь люди все чаще выбирают свободный союз в виде гражданского брака Сегодня почти 30% российских матерей при рождении ребенка не состоят в зарегистрированном браке На ослабление и неэффективность отцовства Жаловались и древние греки, и французские просветители, и русские писатели 19 века Например, Достоевские Но в конце 20 века проблема приобрела глобальный характер Современные мужчины ослабели У них понизились способность и мотивация к деторождению На первое большое влияние оказывает экология и вредные привычки А вот со вторым сложнее Здесь играют роль как социальные, так и психологические причины Сегодня показателем мужской силы является его сексуальная активность В повседневной жизни, как в браке, так и вне его Современный мужчина заботится о том, как удовлетворить свои сексуальные потребности И при этом не стать отцом Если для мужчины дети это обязанность, ничего хорошего из этого не получится От общения с детьми надо получать эмоциональное удовлетворение Не секрет, что стиль мужской игры с маленькими детьми отличается от женского У женщин это продолжение ухода за ребенком, успокаивание А мужской вариант – физические игры Вот тогда и рождается потребность в эмоциональном контакте Вам становится интересно, и вы понимаете, что это удовольствие, а не обязанность Мужчины, которые обрели контакт с детьми, становятся очень ранимыми Поэтому развод может стать для них настоящей драмой Вопреки мнению о незначительности отцовского вклада в воспитание детей Многочисленные исследования показывают, что наличие отцовской заботы Положительно сказывается на психических качествах детей, особенно мальчиков Однако это влияние сильно зависит от отцовского характера Традиционное авторитарное отцовство, апеллирующее преимущественно к запретам и наказаниям Сегодня малоэффективно и порой дает отрицательный результат Страх перед физическим наказанием вызывает у ребенка неприязнь к отцу, побуждая критически относиться к стилю воспитания в целом Успешный отец – тот, кто воспитывает детей не авторитарно, а авторитетно, то есть совмещая требования с уважением к личности ребенка К сожалению, не все мужчины с радостью воспринимают отцовские обязанности Очень важен возрастной фактор Часто молодой отец от рождения ребенка имеет по большей части только неприятности Совсем другое дело, когда мужчине за 30 У него меняются жизненные приоритеты и появляется тяга воспитывать детей Только к этому возрасту дети уже выросли и самое драгоценное время уже упущено Но вернемся к нашему Мишке, речь о котором шла в начале программы Который спрашивает у мамы, почему его папа не живет с ними Если бы можно было собрать всех отцов, отрекшихся от своих детей в одном большом зале и сказать им Папы, вы помните тот миг, когда впервые держали на руках свое дитя? Помните, как ваш сын заглядывал вам в глаза, улыбаясь своей беззубой улыбкой? Вы помните, как он смешно топал к вам ножками, еще только научившись ходить? А вы подхватывали его с пола и поднимали на вытянутых руках высоко-высоко, а он заливался радостным смехом от восторга? Помните, как он провожал вас на работу громким ревом, потому что хотел все время быть с вами? Вы помните, как он сидел у вас на коленях и не хотел уходить спать? Помните, как встречал вас в дверях, ожидая, что вы принесли ему что-то вкусненькое? Помните, как крепко обнимал вас теплыми руками за шею и горячо шептал на ухо, «Папа, я тебя люблю». Вы все это помните? Тогда почему вы забыли дорогу к своему ребенку? У вас не сложились отношения с женой? Но почему за это должен отвечать ни в чем не повинный ребенок, ваш ребенок? Да, бывает, что двое вчера еще родных людей вдруг становятся чужими. Но дети-то при чем? Они ли виноваты в том, что папа разлюбил маму и нашел себе другую, помоложе и покрасивее? Папа, вы когда-нибудь пытались представить, что чувствуют покинутые вами сын или дочка? Вы когда-нибудь пробовали поставить себя на их место? Задумывались над тем, какими они вырастут без вашего тепла, любви и поддержки? Вам когда-нибудь приходило в голову, что вы совершили преступление против своих детей? Вы думаете, что всегда будете молодыми, сильными и здоровыми? Вслед за знойным летом всегда приходит холодная и дождливая осень. Пора, когда приходится пожинать то, что посеяно. Вы не боитесь, что на вашем жизненном поле вырастут только сорняки? Может быть, как раз теперь самое время заняться прополкой? Ведь еще не поздно. Никогда не поздно прийти с покаянием к покинутому ребенку и сказать «Прости». Пусть даже через много лет, когда дети уже взрослые и перестали верить, что папа помнит и любит его. Никогда не поздно. Просто нужно этого захотеть. Что же вам мешает это сделать, отцы? Вспомните, как радостно светились его глаза, как важно он вышагивал, спрятав ладошку в вашей сильной и надежной руке. Услышьте его немой крик, его зов, и поспешите навстречу. Подарите ему радость общения, согрейте его в своих отцовских объятиях, поговорите с ним по-мужски, как подобает отцу. Помогите ему вырасти сильным и мужественным, добрым и честным. Помогите ему стать мужчиной. Ему не нужно много. Он не ждет от вас дорогих подарков. Ему просто хочется иметь папу, доброго, понимающего, сильного. Ему хочется чувствовать себя защищенным, нужным и любимым. Так что же вы медлите, отцы? Субтитры создавал DimaTorzok Как велика любовь отца, всем явлена без веры, Ведь Сына Он отдал за нас, за грешных искупление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в голосе насмешки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Чувствия ответственности перед семьей Примирившись с этой пагубной привычкой, глава семейства зачастую прощает себе и другие слабости например, спокойно тратит энную сумму денег на общение с друзьями в баре, вместо того, чтобы купить зимнюю обувь сыну. Или спешит на концерт заезжей знаменитости, стоимость билетов от 100 долларов, в то время как в холодильнике шаром покати. Изучая священное писание, мы видим, что жизнь и здоровье даны нам Богом как дар. Сокращать жизнь пагубными привычками и нездоровым образом жизни – грех. Отец-подростка, о котором мы говорили выше, работает дома и выкуривает по 2-3 пачки сигарет в день. Когда его сын проходил медицинский осмотр в школе, в его моче обнаружили количество никотина, соответствующее 2-3 выкуренным сигаретам. Курящий отец также наградил своего сына склонностью к частым инфекциям верхних дыхательных путей. Нет, наверное, ни одного порока и извращения, которого не пытались бы оправдать. Разговоры о положительных сторонах курения умолкают, когда звучат данные, которыми оперирует наука. В табаке содержится никотина до 2%. Это сильный яд. Сульфат никотина применяется для уничтожения вредителей сельскохозяйственных растений. В течение 30 лет среднестатистический курильщик выкуривает примерно 20 тысяч сигарет или около 160 килограммов табака, поглощая в среднем 800 грамм никотина. В одной сигарете содержится примерно 6-8 миллиграммов никотина, из которых 3-4 миллиграмма попадает в кровь. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 миллиграмм. В табачном дыме обнаружен целый ряд канцерогенов, вызывающих рак. При выкуривании одной пачки сигарет в день человек получает дозу радиации в 7 раз, превышающую ту, которая признана предельно допустимой международным соглашением по защите от радиации. Доказано, что радиация табачного происхождения является главной причиной возникновения раковых заболеваний. Конечно же, все поклонники сигарет об этом слышали и знают. Но почему же совсем не спешат расстаться с подарком дьявола? Потому что большинство курильщиков не хочет оставить эту привычку. А те, кто желают и предпринимают шаги к этому, в действительности не имеют внутренней решимости. Несмотря на усилия, люди, неоднократно бросающие курить, в глубине души сроднили с этой страстью. Бог всегда готов помочь в этом деле, если человек возненавидит этот грех, покается и попросит Бога о помощи. Христос сказал, что грех – это когда не верует в него. И по большому счету лечить курильщика Библии просто невозможно. Да и разницы большой нет. Одним грехом больше, одним меньше. У человека неверующего нет стимула расставаться с тем, что ему нравится. Когда же человек знакомится со Христом, то он начинает думать не о том, что нравится ему, а о том, чем он может угодить Богу. Ведь ни один курильщик не скажет, что это полезно для его здоровья и что этот аромат приятен для вдыхания Христу, который живет в нас. Ведь именно Христос вдохновил апостола написать, что мы – храм Духа Святого. И представьте, что храм окуряется не фимиамом, а табачным смрадом. Если курят члены вашей семьи, не стоит на этом акцентировать свое внимание. Нелюбовь страшнее всего в семье. Страсть к курению не рождается на пустом месте. Как правило, она отрастает от другой пагубной страсти – желания получать удовольствие и наслаждение любыми средствами. Нужно воздействовать на курильщиков через сердце, а не через нравоучение. Указывать курильщикам на вред курения малоэффективно. Они вам найдут множество примеров тому, где умереть можно куда быстрее от других факторов. Так какой смысл им отказывать в себе в удовольствии? Только ради того, чтобы прожить на год дольше. Не стоит также некурящим давить на курящих тем, что вот он курит, а они не курят. Это неправильно. Ребенка еще можно родительским своим авторитетом давить, но не жене мужа и наоборот. Жене нужно смириться и принять мужа таким, как есть. Не в нашей власти изменить жизнь человека. Такое возможно только Богу. Нужно просто предать мужа в руки Божьи, довериться Ему. Бог лучше знает, какую страсть греховную более правильно лечить и в какой последовательности. Как освободиться от курения Своими силами от курения освободиться практически невозможно. Многие люди пробовали, оставить его и не могли. Они дают себе и друзьям торжественные клятвы и не исполняют их. Другие намечают определенные сроки, начиная с которых они будут уже некурящими, но эти сроки все время отодвигаются. Третьи выбрасывают свои папиросы из спички и каждый раз спустя некоторое время подбирают их и снова курят. Марк Твайн по этому поводу однажды пошутил. Бросить курить очень легко, я это делал уже раз в двести. Если вы курите, но желаете оставить курение и уже пробовали своими человеческими силами и методами бросить его и не смогли? Примите совет. Отдайте ваше сердце Господу и попросите Его, чтобы Он устранил этот грех из вашей жизни. Он поможет вам сделать это. Он освободит вас и очистит вас от этой привычки. Как молодой человек может жить непорочно? Спрашивает автор 118-го псалма и отвечает. Следуя Слову Твоему, Господи. Слово Твое, словно свет, освещающий мой путь. От слов Твоих свет исходит великий и самых простых людей просвещает. Словом Твоим наслаждаюсь, как нашедший богатство великое. Господь, открой мне глаза, позволь заглянуть в Твое учение и увидеть, как прекрасно все, что Ты делаешь. Бог говорит, не делай себе никакого зла. Господь дает то, в чем мы так нуждаемся. Смысл жизни, порядок во внутреннем мире, контроль над чувствами и желаниями, внутреннюю удовлетворенность. Мы ведь ищем всего этого с момента осознания себя как личности, не так ли? Слушатель, Бог любит вас и готов прийти на помощь в любой момент. Ответьте на Его любовь покаянием. Ты любишь в небо кольца пускать Из дыма крутых сигарет Ты любишь о богатстве мечтать Другой для тебя жизни нет Ты любишь только золото-блеск С ним для тебя лишь покой Послушай, я хочу, чтоб ты знал Кто ты для Бога такой Ты же грешник Для тебя уготован лишь ад Но я знаю Кто навеки изменит тебя Только Иисус Только Иисус Живешь ты сам себе на уме На Бога ты плюнул давно Добро ты в сердце перечеркнул И в мыслях твоих только зло Ты с детства уяснил для себя Что в жизни правда кто сильней Мой друг, я не пугаю тебя Но жизнь твоя ночи черней Ты же грешник Для тебя уготован лишь ад Но я знаю Кто навеки изменит тебя Только Иисус Только Иисус Субтитры сделал DimaTorzok Ты же грешник Ты же грешник Но сегодня есть шанс для тебя Потому что Принял двадцать веков назад Лютую смерть за тебя Только Иисус 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 Господь, Господь. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Мы очень рады снова приветствовать вас. Здравствуйте, Аня. Привет, Андрюша. Ну вот, настроение у тебя меняется по неделям. В прошлый раз пришел такой радостный, а сегодня такой печальный. Что у тебя случилось? Кто-то дома заболел? Эх, нет. А что же тогда? Да вот представляете, я только хотел применить на деле четвертую заповедь и поехать вместе с молодежью проведать бабушку из церкви. А папам не запретил. Сказал, что дома более важные дела есть. Пришлось помогать вешать новые полки на кухне. Представляете, это вообще никуда не годится. Просто ужас. Полки это даже не мыть посуду. Жаль, конечно, но это тоже нужно. Наверное, они загородили все на кухне, поэтому их и нужно было как можно быстрее повесить. Нужно, я не спорю. Но ведь все-таки можно это в другой день сделать. Но ничего, попереступали бы один день через них. У него всегда так. В субботу весь день в гараже возился, а в воскресенье привезли эти полки, и нужно их сразу же вешать. Это несправедливо. Я ему сказал, что в Библии написано, что человек должен шесть дней работать, а один отдыхать. Так папа мне целую лекцию прочитал. Все вспомнил. И мои оценки, и самокат с планшетом. Не расстраивайся. Все время так не будет. Это же один раз тебе запретили поехать. А до этого ты ездил. И завтра у тебя наверняка будет хотя бы час свободного времени, чтобы провести его с друзьями. Ага, как бы не так. Он мне целый список заданий дал. В аптеку сходить, бабушку проведать, вещи из химчистки забрать. Ну ничего страшного. Видишь, как раз ты сделаешь то, что хотел сегодня сделать. Проведаешь бабушку. Между прочим, все эти задания очень кстати. Ты знаешь, какая следующая заповедь? Знаю. Почитай отца твоего и мать твою. А ты знаешь, что у этой заповеди есть продолжение? Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Это заповедь с обетованием, то есть с обещанием Бога долгой жизни. Слушаться родителей и почитать их полезно для нас самих. Вам легко говорить. Вы уже взрослая и замужем. Мама для вас уже не указ. Она уже ничего не заставит делать и тем более не накажет. А мне знаете, как иногда достается? Ох, Андрюша. Ну, во-первых, я когда-то была такого же возраста, как и ты. И тогда меня наказывали еще и побольше твоего. Но знаешь что? Родители не выбирают. Это твоя мама и твой папа. Благодаря им ты появился на свет. Они вырастили тебя, кормят, одевают, заботятся о тебе. А если отец наказывает тебя, то потому что любит тебя и хочет, чтобы ты вырос хорошим человеком. Я это понимаю. Но мне иногда очень трудно быть послушным. А во-вторых, о почтении к родителям после женитьбы мы чуть позже с тобой тоже поговорим. Вообще знаешь, как делится закон Божий «десять заповедей»? Как-как? На десять частей, на десять правил. Это тоже верно. Но еще основной закон Бога для всех людей делится на две части. Заповеди о том, как нам вести себя по отношению к Богу и о том, как нам относиться к другим людям. О первых четырех заповедях, в которых идет речь о нашем отношении к Богу, мы уже говорили. Теперь мы говорим о заповедях, в которых Бог говорит, как нам относиться к другим. И начинает Он, как мы уже заметили, с нашего отношения к родителям. Бог говорит, «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 12 стих. И это неспроста так. Начало правил взаимоотношений с людьми, взаимоотношений с родителями. Никто во всем мире не любит нас так, как родители. Мы часть их. Они готовы отказаться от чего угодно, только бы нам было хорошо. Недаром Бог называет себя нашим отцом. Он нас так любит, как никто другой. И недаром столько стихов слагается и песен поется о превосходящей все любви матери. Зачем нам эта заповедь, если я своих родителей и так люблю? Хороший вопрос. В заповедь, «Почитай отца твоего и мать твою, Господь Бог вложил гораздо больше, чем только по-детски любить папу и маму». Например, Бог категорически запретил повышать голос на своих родителей. А того, кто руку поднимет на отца или мать, Бог даже повелел казнить. Но есть еще одно, что Бог ожидает от нас по отношению к родителям, что для Бога и для нас очень важно. Послушание. Я знаю, как никто другой, что это нелегкое дело слушаться родителей. Но Бог это повелевает. Библия говорит, что люди восстали против Бога и стали злоречивы, тлеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Это писал апостол Павел в послании к римлянам 1 главе 30-31 стихах. Ты обратил внимание, Андрюша, на слова «непослушны родителям»? Непослушание родителям большой грех. Кроме того, в словах этой заповеди содержится также повеление заботиться о родителях, когда они застарятся, когда уже не они будут заботиться о тебе, а будут нуждаться в твоей заботе. Даже когда у тебя будет своя семья, как у меня сейчас, ты должен заботиться о своих родителях, почитать. Это значит, что ты должен звонить им и спрашивать, как у них дела, не нуждаются ли они в чем-нибудь, регулярно посещать их, если вы будете жить не вместе, следить за тем, чтобы у них всегда было все необходимое. Это и есть тоже почтение к родителям. Бог заботится о том, чтобы старикам было хорошо и их уважали, поэтому он и дал эту заповедь. Если мы хотим иметь интересную, благословенную Богом жизнь, нам нужно жить по Слову Божьему, соблюдать Его правила. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам очень ясно об этом написано. «Дети, повинуйтесь своим родителям Господи, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Написано в шестой главе. «Хочешь, чтобы тебе и твоим детям было хорошо? Исполняй беспрекословно пятую заповедь Господа Бога твоего». Даже если мне кажется, что папа не прав? Конечно. Вдруг тебе это только так кажется. Очень часто родители все-таки лучше знают, как поступить. Но даже если папа или мама точно не правы, то ты поступишь хорошо, послушав их, проявив уважение. Это научит тебя в первую очередь слушаться. Ведь Бога отца мы тоже должны слушаться даже тогда, когда кажется, что все происходит не так, как нам нужно, и все испорчено. А еще не забывай, что если ты будешь почитать родителей и в те моменты, когда они не правы, то Бог тебе это учтет, и твоя жизнь будет намного продолжительнее и счастливее. Он это сам пообещал, а значит выполнит. Бог никогда не изменяет своим обещаниям, даже если они даны давным-давно. А так как мы с тобой выяснили, что 10 заповедей или как мы их назвали 10 правил для жизни даны не только евреям, но всем людям, включая и нас с тобой, то и обещания хорошей жизни тоже к нам относятся. Вот это здорово, мне уже начинает нравиться. Значит завтра выполню все папы на поручение как можно лучше. О, вот это твое решение мне нравится. А еще я могу дать тебе один совет, чтобы все вышло как можно лучше. Да? Какой? Кроме лекарств в аптеке купи обязательно бабушке цветы. Зачем? Завтра же не 8 марта. Зачем ей цветы? А ты думаешь, что женщинам цветы надо дарить только на 8 марта? Ну, еще на день рождения. Нет, Андрюша, бабушке будет очень приятно твое внимание. А ничто так его не подчеркнет, как букет цветов и час времени, который ты ей уделишь. Какие у нее любимые цветы? По-моему, хризантемы. Вот и отлично. Я как раз видела, что они продаются в переходе около метро. Ну, тогда я и маме еще на обратном пути куплю. Неплохое решение. Знаешь, Андрюша, а чтобы нам еще лучше запомнить все значения слова почтения и выполнять пятую заповедь, я нашла стихотворение, которое и ты, и ребята смогут выучить на досуге. Там есть аж семь пунктов. Ох, не люблю я учить стихи. Ну, ты для начала послушай, а потом скажешь, понравилось оно тебе или нет. Почитай своих отца и мать, чтобы жить и долго, и счастливо. Слушаться и значит почитать это перед Богом справедливо. Их молитвы, труд, усталость, боль, часто от рассвета до рассвета жертвенная верная любовь. Благодарен сердцем будь за это. Никаких секретов не таи, крепнет пусть доверие связь живая. Помни, что родители твои лучшего всегда тебе желают. И когда отец и мать зовут, не замедли, поспеши на помощь. Бог оценит доброходный труд. Вырастешь, не раз об этом вспомнишь. Хорошо в собрании с ними быть, если ты служением с детства занят, это помогает заложить жизни основательный фундамент. Не судьи родителей своих. Если кто-то в шутке и с насмешкой говорит недоброе о них, на защиту выступай поспешно. Главное значение почитать горячо любить, любить с участием. Почитай своих отца и мать, и ты будешь бесконечно счастлив. Ага, я вот что насчитал. Слушаться, благодарить, не секретничать, помогать, ходить в собрания, не судить и любить. Правильно? Совершенно верно. Ребята, если вы все это будете выполнять по отношению к вашим родителям, то знайте, что вы по-настоящему их почитаете, и Бог сдержит свое обещание, которое он сказал, когда давал правила для жизни. Ну а дальше выбор за вами. А мы прощаемся с вами. До встречи через неделю. Тебе поет душа спаситель мой, ты умер на кресте и вновь живой. Минул с той поры уж много лет, но равных тебе не было и нет. Тебе пою, тебя люблю, я никуда не скроюсь от лица твоего, с тобой не боится человек ничего. Тебе пою, тебя люблю, тебе лишь я укроюсь, ты защита моя и бурю и средь яснованя. А песня льется прямо до небес, о том, что не было еще таких чудес, об этом не устану говорить. он умер и воскрес, чтоб с нами быть, чтоб каждый миг заботиться о нас и помощью нам быть, чтоб каждый день и час всех милостей творца не сосчитать, его за это будем прославлять. Тебе бою, тебя люблю, я никуда не скроюсь от лица твоего, с тобой не боится человек ничего, тебе бою, тебя люблю, люблю, тебе лишь я укроюсь, ты защита моя, и бурю из средь ясного дня. тебя бою, тебя люблю, я Я никуда не скроюсь от лица твоего С тобой не боится человек ничего Тебе мою, тебя люблю В тебе лишь я укроюсь, ты защита моя И в бурю и средь яснованья В тебе лишь я укроюсь, ты защита моя И в бурю и средь яснованья И в бурю и средь яснованья И в бурю и средь яснова дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова